Несмотря на пандемию, уровень рождаемости в Белгородской области только растет. За этот год в областном перинатальном центре на свет появилось более 5000 детей. Ежедневно от 20 до 30 женщин становятся мамами. Каков средний возраст белгородских роженец и кто чаще появляется на свет? Мальчики или девочки? Расскажет Юлия Рожкова. Екатерина Карпушина стала мамой всего 4 дня назад. Лев, так назвали малыша, родился с весом больше 4 килограммов. Семья – это первый ребенок. К планированию молодые родители подошли за полгода до того, как наступила беременность. С первого дня жизнь Екатерины полностью изменилась. А теперь она уже задумывается и о втором малыше. Сразу любовь. Смотришь, такой хорошенький такой. Лидер счастья. А там посмотрим, как запланируем второго, не запланируем. Ежедневно в областном перинатальном центре на свет появляются от 20 до 30 детей. В родильном отделении есть все условия для того, чтобы роды прошли успешно. Открытые реанимационные системы для новорожденных стоят в каждом зале. С их помощью измеряют температуру, вес и рост ребенка. Их используют, если во время родов возникли непредвиденные ситуации. Параметры кислорода и параметры давления выставляются, на какой минуте и что у ребенка появляется. Также здесь мощность нагревателя выставлена и задается температура ребенка. Только за этот год в областном перинатальном центре уже успели появиться на свет более 5 тысяч детей. Это почти на 250 новорожденных больше, чем в прошлом году. Еще очень важно, что 85% малышей, рожденных преждевременно, выжили. Смертность удалось снизить на 10%. Изменился и возраст рожениц. Большинство женщин сначала делают карьеру, а потом уже создают семью. Поэтому возрастной ценится 30-35 лет. В основном девочек, мальчиков рождается больше мальчиков. Для поддержки молодых семей в стране реализуется национальный проект «Демография». В регионе с 1 октября этого года выплаты для семей с детьми проиндексируются на 20%. А также действует программа «Большая белгородская семья». Это мероприятие, посвященное материальной поддержке студенческих семей. Предоставление, осуществляются единовременные выплаты. Это и предоставление компенсации питания семьям с детьми в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет. А также предоставление единовременной выплаты семьям при рождении двойни, тройни. Рождение ребенка – это очень важный и ответственный шаг в жизни любой семьи. Такое решение иногда бывает трудно принять. Но став родителем, понимаешь, что дети – это счастье. Юлия Рожкова, Андрей Андрейко. Такой день на мире Белогорье.